А вот рыбацкому азарту не страшны ни мороз, ни тонкий лед, ни штрафы. Впрочем, рублем в России любителей экстремальной рыбалки не наказывают. А зря поговаривают спасатели. Возможно, провалившихся под лед было бы меньше. Сегодня инспекторы ГИМС вновь вышли в рейд, чтобы душевно побеседовать с омскими рыбаками. Вместе с ними была и наш корреспондент Анна Рыбина. В Омске уже довольно давно стоят морозы, а это значит лед на РТШ окреп, и рыбаки выходят заниматься любимым делом. Если осторожно, то рыбачить на РТШ можно, говорят омские спасатели, и выходят в рейд. Бур и линейка – вот и все оборудование спасателей. Запрещать или штрафовать рыбаков никто не имеет права. Только предупредить об опасности, если она есть. 60 сантиметров ровно. Человека выдержит и 10-сантиметровый слой. Опытные рыбаки без бура на глаз могут определить толщу льда. Только не Максим Чикин. На зимней рыбалке он впервые. Из Чернолучья приехал в город поудить рыбу. В области таких заводей нет. Так что новичок надеется на крупный улов. Подержал, дернул, чтобы рыбка там играла со дна. Ну и какая рыба уже проходит рядом, она уже видит. Ну это на хищника идет. То есть щука, судак. Палатку Максим брать не стал. Первый раз решил выйти на лед ненадолго, снять пробу. Запасся только самым необходимым. Снасти наживку, ну и для сугрева на всякий случай. А для безопасности, собственно, что-нибудь взяли? Вдруг вот лед провалит? А вот для безопасности, вот я почему и пошел на людное место, чтобы не где-то там одному сидеть, чтобы где-то рядом рыбаки были. У опытного рыбака с собой всегда веревка и палка. Голыми руками провалившегося под лед человека вытащишь едва ли. Пострадают оба. Руководство к действию и первая помощь в брошюрках, которые раздают спасатели. Любители под ледной ловли, понимающие, кивают. У всех на слуху недавний случай в таре. Трактор провалился, который хотел прочистить дорогу и организовать несанкционированный переезд через лед. ДТ-75 провалился, погиб тракторист. Особенно опасным экстремальное увлечение становится весной, когда тепло и образуются промоины. Тогда рейды будут чаще, а спасатели настойчивее. А сегодня можно и улов покараулить.